так ну смотри значит давай попробуем сделать какую-нибудь маленькую программку на сей так подожди ты включил запись правда да так давай сначала все что мы проговорили что можно создавать exe файлы в этой среде и это 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 уже записалось это потом я вставлю а ты вставишься хорошо а надо вот выходить из того что я зашел в аккаунт может показать как заходить как оно все выглядит ну давай попробуем тебя аккаунт на гитхабе есть в смысле а что за гитхаб вот я сейчас ну давайте ссылку скину и попробуем тогда уже через гитхаб зарегистрироваться потому что тоже пригодится а то есть ты хочешь управление взять правильно понял нет 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 гитхаб это лидер индустрии он хранит исходные коды разных программ вот он позволяет участвовать в дистанционной разработке открытого программного обеспечения но в том числе некоторые из моих там проектов тоже лежат там поэтому аккаунт на гитхабе лучше всего иметь но но просто как бы чем он удобен и если есть их аккаунт на гитхабе вот то зарегистрировавшись в одном месте в cloud9 уже можно просто входить используя так как там тоже зарегистрировался в гитхабе сможешь кладем входить да да я попробую пока куда ты мне ссылку во вконтакте скину в общем то да вот то есть нужно предлагает выбрать имя пользователя email и пароли все то же самое что и cloud9 как угодно да что-то на мальчик мы водит то есть я не могу вам используется уже видимо ты его использую вот здесь он говорит о том нажми сохранить пусть будет чтобы каждый раз не водить вот здесь он говорит о том что много разных есть планов использования этого дела да есть платный есть бесплатный вот он уже выбрал поэтому здесь нам просто прокрутить вниз вот и финиш да галочку нажимать не надо это для того чтобы установить создать свою организацию если организация не нужна ее можно будет потом создать все в принципе у тебя здесь все готово вот сам гитхаб можно закрывать вообще вот теперь мы выйдем отсюда там кнопочка выход вот и вот здесь есть теперь иконочка гитхаба есть справа вот первое 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 справа это битбакет вот там картинка такая как он видит вот а это гитхаб да ну и а вот если допустим тут он регистрируется изначально то тогда сижен и да в принципе это эквивалентно то есть но лучше чтобы это было взаимосвязано потому что он тогда сможет ну проще взаимодействовать гитхабом когда ты будешь например свой код выкладывать туда или наоборот оттуда загружать или запрещены какие-нибудь проекты в которых ты участвуешь нажимаю кнопочку авторизовать да да не переводить но маша просто ничего не нажимать нашли кнопку сэнкин у тебя пароль логин и пароль уже сохранен тоже в самом гитхабе да все теперь у тебя получилось то же самое я полагаю вот давай попробуем создать проект здесь он называется work space то есть рабочие пространства нажимаем да на плюсик вот значит первое что нужно сделать дать название какой-нибудь проект например вот где да вот здесь может просто какой-нибудь написать несколько букв вот он говорит что нужно писать его нижним этим в нижнем регистре ну вот у них такое вот хитрое ограничение я понял я не знаю зачем и все всяких пробелов да вот описание можно не писать дальше чтобы проект был бесплатный должен быть публичный но в принципе его как практика показала толку никто не найдет поэтому не так страшно вот здесь еще можно с гитхаба вот ссылку скинуть клон фронгит ор мерку это что можно было с гитхаба исходный код импортировать да это нам пока не нужно дальше крутим вот теперь надо выбрать шабо для си и си плюс плюса подходит вот это вот он синенький на вот это да его нажимаешь и креет вот все сейчас он создает виртуальную машину специально под это дело вот ну и дальше смотри здесь есть три основных области экрана вот то что то что слева там где написано my first project это так называемый проводник то есть файловая система там ты видишь все твои файлики которые у тебя есть в папки твои вот снизу это консоль линукса терминал кстати вот здесь вот эту штуку ниже от которой приложение hangouts предоставил совету доступ к вашему экрану можно скрыть нажать кнопку чтобы не мешалось я не понял какую скрыть вот это вот по-моему вот белое а белое вот это вот нет 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 ниже или она у тебя это не видно вот вот в самом низу экрана в самом низу вот это да скрыть только не закрыть а скрыть а ну я просто не убрал думал а то я скрою а потом не знаю что убирать хорошо она если что всегда там есть в панели управления вот значит снизу вот этот консоль да то есть можно выполнять разные команды вот а вот это вот самая большая область сверху она используется для просмотра файлов и для их редактирования вот например слева у тебя два файлика есть с кодом hello c word и hello cpp word вот первый это наси в программках вот эту да дважды на нее нажми вот открылся вот ее код да то есть в принципе ты можешь использовать этот код да можешь его как угодно тебе менять и компилировать и запускать вот чтобы это все дело скомпилировать здесь заранее нам заготовили make файл видишь да вот но что с ним открою открою вот здесь написано настройки для компилятора что нужно компилировать здесь написано что нужно вот эти два файлика hello cpp word и hello c word и дальше настройки компилятора вот я предлагаю в это особо не вникать вот там вот у тебя открыта вторая вкладка redmi.md да вот именно здесь да вот и в общем все что нужно в терминале сделать так как там вот этот make файл есть это написать вот эту команду make вот видишь она тут пишет об этом вот ее да и после этого следующими двумя строчками можно эти программки запускать так это еще раз ну смотри сейчас у тебя есть два файлика с исходным кодом и все но их нужно скомпилировать чтобы у тебя получились приложения которые можно запускать ну вот эти два файла да да они еще не скомпилированы разница между ними только языком которым они написаны первый это c а второй это c++ ага так ну да я вижу я его стрим так а что с суть этого файла вот это что я сейчас открыл make файл он здесь написано какие именно настройки написано вот например на третьей строчке написано что для .cc файлов использовать вот эту команду g++ с такими-то параметрами справа то есть написано как собирать какую программку на c++ вот дальше на шестой строчке написано что для файлов .c использовать да вот этот использовать gtt ну вот это как как объяснить здесь описано не ну это понятно ты я имею ввиду суть самого этого файла для чего он он всего лишь для того чтобы можно было набрать одну команду make да и не заморачиваться о настройках компиляции вот если нужно например добавить к сборке какие-то другие файлики вот их можно сверху добавлять без расширения через пробел там где all куда мне этот make теперь разберемся он он у тебя уже лежит в твоей папке его пользователя есть слева да то есть вот этот файл собственно он и есть да он и есть тебе в принципе с ними ничего сейчас сделать не нужно нужно просто снизу в терминале запустить команду make она выполнит для каждого файлика свою команду и в итоге у тебя получится два приложения которые можно будет запускать одно на C другой на C++ так и я не пойму это что вот тут мне надо написать да прямо вот сейчас прямо тут прямо просто пишешь M A K E да то есть make make да и enter и тогда команда выполнится правильно вот как видишь появилось два дополнительных файлика это собственно уже скомпилированные программки теперь их можно запустить вот вот эти да да чтобы запустить их нужно написать точку слэш и название файла точку да не запятую точку а точку через shift по-моему да точка сложишь что дальше ну hello черточка c world а не знаю я понял он он да ну enter нажми вот он видишь говорит что не нашлось такого файлика теперь нажми стрелочку вверх это произошло из-за того что у тебя первая буква h она верхнего регистра то есть нужно чтобы она была маленькая все то же самое не 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 вот чтобы то же самое не писать стрелочку вверх нажми вот прям стрелочку вверх у тебя на клавиатуре есть стрелка вверх а в смысле вот теперь ты можешь стрелкой влево и двигать и дойти до позиции где h и исправить стрелочка влево да все сам курсов вот все теперь enter вот она выполнилась и то что она написала вот мы сразу здесь видим так как она сразу после этого закончила свое выполнение у нас опять доступ к консоли вернулся то есть мы можем выполнять следующие команды в общем то все давай уже теперь вот какие у тебя вопросы возникли ну вот собственно говоря по этой среде а дальше ну допустим вот понимаешь как тебе сказать я не понял сути что почему мы это в консоли делали но я понял вот ну потому что это линукс то есть если грубо говоря у тебя будет линукс рано или поздно столкнешься с ним да то там твои действия они не будут сильно отличаться от того что мы сейчас сделали вот то есть единственное что либо тебе придется сделать make файл вот этот файлик самостоятельно либо ты можешь напрямую использовать эту команду gcc там вот вот кстати он написал какие команды он выполнял после make видишь gcc hello world c c и вот параметр точка о это то есть первое это название файла в котором исходный код а второе после черточка о это название файла куда компилировать то есть как будет называться готовая программка то есть файл готовой программки ну вот вопрос просто я привык допустим вот я в обычной среде написал допустим турбоси или еще какая-нибудь среда и я допустим запускаю там допустим control f9 или есть еще там комбинации 5 примеров и то есть отдельные экраны я видел результаты программы тут как реализовано это все вот это вот зачем мы тут запускается программа именно так вот через эту команду make или что здесь она запускается именно си естественная программа запускается именно так насколько я помню можете ошибаюсь но именно вот отладки чтобы можно было там есть кнопочка run сверху зелененькая но для си она работает насколько я помню не будет но это можно насколько я понимаю можно как-то сделать но это тоже целая история вот конечно если хочется чтобы совсем было просто все визуально то ничего лучше чем вижу студии в этом плане нет там есть огромное количество видеороликов как это сделать да и там в принципе все интуитивно и понятно то есть там все визуально кнопочкой нажимать надо то есть никаких команд писать не нужно обычно так ну это понятно а тут вообще в этом cloud 9 есть графическая среда и так далее или тут только вот оно так все реализовано нет самой графической среды нет но в принципе есть ее часть то есть есть файловый менеджер слева и есть возможность вот например hello the world то есть ты откроешь вкладку да ты увидишь там есть подсветка синтаксиса да то есть она в принципе знает о том что что такое сей вот и старается тебе помочь хотя бы подсветкой вот но если нужен полный набор всех возможных инструментов которые может предоставить среда разработки конечно лучше сейчас то есть ничто не сравнить сейчас с visual studio в этом плане или я даже не знаю но с visual studio понятно она и так бесплатная поэтому сейчас есть еще они сделали сейчас проект visual studio code он на всех платформах запускается тоже интересный вариант но там это ограниченная среда там вот тоже он под си не не приспособлен сейчас на самом деле популярным языком является javascript вот и c-sharp да вот cloud 9 под c-sharp не предназначен ну как бы не настроен чтобы прям было все что нужно но visual studio как раз позволяет и на javascript писать все и на c-sharp очень ну с подсказками там с синтаксесси позволяет сразу находить видеть ошибки все подчеркивать и так далее вот вот cloud 9 он под javascript они это сделали потому что сам cloud 9 на javascript и написан вот поэтому в принципе основной язык который рекомендуется использовать ну как сказать больше всего инструментов для него да есть cloud 9 как раз javascript можно с другими языками там настроиться тот же php и так далее но все это требует дополнительной настройки вот как то так еще вопрос вот с планшета с телефона ну как с телефона наверное будет совсем неудобно но если экран большая например у планшета то в принципе возможно если к планшету еще возможно подключить клавиатуру то вообще никаких проблем не должно возникать ну а в принципе что там надо через браузер заходить через браузер конечно а то есть через браузер понял ну в принципе вроде бы вопросов нет основное преимущество в том что это виртуальные машины можно заходить через браузер и не нужно то есть там устанавливать линукс то есть грубо говоря здесь ты сейчас не занимался тем что целый линукс устанавливал настраивал она это все сделала за тебя вот но здесь уже очень много всего установлено там апачи прочие всякие вещи которые в разных то есть для веб-разработки можно проверить прочих вещей вот 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 как-то так я наверное думаю можно пока закончить вот ну да я тоже так думаю да и длинные уроки ни к чему сейчас там да да так что думай можно здесь пробовать на си писать можно там попробовать взять visual studio поставить учитывая что она сейчас бесплатная и и они в бесплатную версию ну очень много возможностей включили уже в 2015 году поэтому она сильно не отличается от платного варианта это есть хочется на виндовсе и визуально все это делать ну я думаю все варианты хороши то есть в принципе ну каждый для своих целей да просто там допустим visual studio весит там несколько гигабайт если не десятка гигабайт да современный 2015 да здесь ты просто страничку скачал ничего не устанавливал вот вот то есть сравнивать можно по очень большому количеству параметров и у каждой у каждого человека ситуация своя конечно будет да ладно понятно все ну все тогда вот